Привет всем, мореходные! Это снова я, ваш рыжий адмирал Китти Пурфюрст. Сегодня рассказ пойдёт о славном Китти Пурфюрсте Первым, сыне знаменитого Блэкки, давшем имя всей нашей династии, и о том бою, после которого над кораблём стал развиваться флаг Пурфюрстов. Кстати, вот такой же флаг может реять и над вашим кораблём. Имейте это в виду? Что ж, как это было? После выпуска из Navalcats Academy Пурфюрст Первый оказался на британском эсминце. Не самым современным, но весьма заслуженным. Надо сказать, что НСА, такова аббревиатура Академии военно-морских котов, всегда крайне серьёзно относилась к распределению своих выпускников. Не было никакой протекции и никаких поблажек. Четвероногие, показавшие лучшие результаты по итогам учёбы, распределялись именно на те корабли, где больше всего нужны были их чуткий ус, крепкая лапа и решительный характер. Китти Пурфюст, безусловно, обладал всеми этими качествами. Здесь, видимо, сказалось военно-морское происхождение. Первое настоящее испытание ожидала моего предка по прошествии полугода, когда его эсминец оказался в Северном море у берегов Норвегии. К концу 1943 года основной задачей союзников в этом регионе являлась проводка конвоев, которые доставляют помощь Советскому Союзу и обеспечение безопасности этих конвоев. Соответственно, все большие корабли Третьего Рейха сосредоточились у берегов Норвегии для того, чтобы помешать проводить эти конвои. Эсминцы 2-го дивизиона 17-й флотилии совершали разведку у западных берегов Норвегии и из-за сильного тумана на время потеряли друг друга из виду. Корабль, на котором был Пурфюруст 1-й, оказался рядом с одним из фьордов, когда усы моего предка уловили колебания где-то внутри залива. Обучение в Академии не пропало даром. Китти тут же доложил командиру, что его персональный радар обнаружил движение к выходу из фьорда. Эсминец под покровом тумана сразу же занял позицию для атаки. Была объявлена боевая готовность. По мере приближения Пурфюруст 1-й сумел определить, что к выходу из фьорда движутся сразу два корабля. Один поменьше шел впереди, а Большой за ним следом в килеваторе. Видимо, не имея на своем борту обученных котов, они даже не подозревали о засаде. Но судите сами, в сентябре 1943 года полноценный боевой немецкий тяжелый крейсер вышел из норвежского фьорда, а придя в Германию, сразу же встал на ремонт и стал учебным кораблем. Явно здесь что-то не так. Похоже, он попал в серьезнейшую переделку. Командир эсминца, на котором служил мой знаменитый предок, прислушался к донесению своего корабельного кота и разработал дерзкий план. Пропустив идущий первым эсминец неприятеля, он врезал всеми своими торпедами по следовавшему за ним тяжелому крейсеру. Не дожидаясь результата торпедной атаки, британцу выскочили из тумана и расстреляли из пушек германский эсминец. Когда корабль моего пра-пра-пра-пра-прадеда Пурфюрста I покидал место боя, вражеский крейсер сильно накренился, а эсминец, вспыхнув как свечка, перевернулся. Вот после этого боя над эсминцем бредко и взбился специальный флаг Китти Пурфюрста. Об интересующем нас боем я нашел только самые обрывочные сведения. Насколько они достоверные, нам еще предстоит изучить, но то, что сам факт столкновения одного из британских эсминцев и тяжелого немецкого крейсера имел место быть, сегодня не подлежит никаким сомнениям. Я пересказываю только то, что осталось в обширных мемуарах моего заслуженного предка, Китти Пурфюрста I. А вы внимательно смотрите все мои ролики, ищите в них бонус-коды, и как найдете, сразу же активируйте. Поэтому лучше подпишитесь, чтобы не прозевать. Все, до следующей встречи, мру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok